Итак, всем добрый день! Сегодня мы будем рисовать с вами цветочное поле. Цветочное поле гуашью, но которое будет выглядеть не хуже, чем картина маслом, и радовать вас долгие годы. Первое, что нужно сделать, это приготовиться. Выложить гуашь на палитру, налить воду в стаканчик, приготовить кисточки. И, конечно, простой карандаш, так как начинаем мы рисовать простым карандашом. Мы проводим линию горизонта, то есть делим лист на две части, вертикальная и горизонтальная, земля и небо. А затем, предварительно смешав белую и синюю краску, мы получаем нежно-голубой цвет, цвет неба. И мы закрашиваем наше небо. Начинаем закрашивать всегда слева направо, с крайнего левого угла, то есть как пишем, так и рисуем. И делаем это легкими движениями кисти, как будто гладим кисточкой лист. Следим, чтобы не оставалось пробелов, чтобы краска покрыла весь лист бумаги. Этим нежно-голубым цветом мы красим до линии горизонта, а затем переходим на зеленый. Также слева направо покрываем оставшуюся часть листа. Я в данном случае беру чистый зеленый цвет, который был в моем гуашевом наборе, цвет из баночки. Он ближе к цвету травы. Вы можете использовать, конечно же, тот цвет, который есть у вас в наборе. Но желательно, чтобы он был не темный, не светлый, средне-зеленого цвета. В итоге у нас с вами получается двухцветная картинка. Верхняя часть нежно-голубая, нижняя зеленая. То есть небо и земля. А затем мы с вами будем переходить уже к прорисовке самой травы. Используя для этого мы будем темно-зеленую краску, в данном случае у меня изумрудная, и желтую, чтобы получить разные оттенки травы. То есть трава на свету и трава в тени. Желтый цвет, смешиваясь с зеленым, будет давать очень натуральные оттенки сочной летней травы. То, что нам и нужно. Итак, мы рисуем траву с вами снизу вверх. Это еще одно правило. Рисуем все по ходу роста. То есть трава растет снизу вверх, тянется из земли к солнышку. Итак, мы ее и рисуем. Опуская краску по переменам в зеленый и желтый цвет. Травы мы рисуем много, не ленимся, чтобы получить настоящее густое поле, где в конце вырастут цветы. Вы видите, что я тут ввела небольшое новшество. Посадила рядом с собой ребенка. Посадила для того, чтобы увидеть разницу, как получается у взрослого человека и как получается у ребенка. Я думаю, это будет опыт и мне, и вам. И вы уже также из этого можете видеть и понимать, что вы можете ждать от своих детей. Переходим к следующему этапу. Мы начинаем рисовать цветы. Для начала мы должны наметить на настоящем листе местоположение цветов, то есть их серединки. Местоположение намечаем хаотично. Можно сказать, в шахматном порядке, чтобы цветочки не пересекались друг с другом. Будем рисовать цветы белого и розового цвета сначала. Цветы в виде ромашек. Это могут быть ромашки, ноготки. Любые цветы, у которых желтая серединка и лепесточки. Начинаем рисовать с белых лепестков. И тут используем наше правило. Рисуем по ходу роста. То есть лепестки растут из серединки наружу. Так и рисуем. От центра наружу. Передвигаемся по кругу. Чтобы лепестки были более насыщенного цвета, я каждый раз перед каждым лепестком макаю кисточку в краску. Когда мы закончим белые цветы, мы перейдем на розовые. И конечно же вы сами сможете выбрать, какое количество вам рисовать белых цветов, какое розовых. То есть здесь каждый сам себе художник. Нравится больше белый цвет, рисуем больше белых цветов. Предпочитаем розовый цвет, рисуем больше розовых цветов. Затем мы с вами переходим к василькам. Для этого нам нужно также сначала наметить местоположение василька. Намечаем точечно светло-зеленой краской. А затем приступаем уже к самим лепесткам. Лепестки у васильков растут так же по кругу, так же из центра наружу. Но заполняем мы лепестками не весь круг, а как бы наполовину. То есть верхнюю часть. Берем для этого синий цвет и белый. То есть я окунаю кисточку попеременно. То в синий цвет, то в белый. И смотрите, какие живописные васильки у меня получаются. Когда мы с вами закончим с васильками, мы можем переходить на полевые цветы других сортов. Это могут быть люпины, кашка, одуванчики. Любые цветы, которые вы сами себе представляете. Эти цветы мы также с вами рисуем точечно. Точечки располагаем в виде пирамидки. То есть друг над другом. Используем желтый цвет. Затем переходим к синему. Затем к розовому. То есть мы используем все цвета, что у нас есть на палитре. Для одного цветка я могу использовать также два цвета. Например, синий и розовый. Или розовый и белый. Я попеременно окунаю кисточку то в розовый, то в белый. И смотрите, какой живописный цветок у меня получается. Как мы и говорили, у нас с вами получается настоящая летняя полянка, на которой хочется бегать, резвиться или просто отдыхать. Пройтись и насладиться благоуханием наших цветов. И все это получается всего лишь при помощи такой техники, как гуашь, которая считается плакатной техникой, плоскостной. Которой нельзя создавать объемы. Но, зная основные правила, уметь ее пользоваться, мы можем с вами создать такую прекрасную работу. Как я говорю, не хуже, чем картина маслом. Смотрите, пожалуйста, видео до конца. Работайте с нами. Создавайте свою картину. Присылайте обязательно свои результаты мне. Я буду также очень рада видеть, что у вас получилось. Видеть, что получилось у вас или у ваших детей. Видеть, что получилось у вас или у вас, 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 или у И я хочу вам всем сказать спасибо, кто пришел со мной на мой урок, кто был с нами, кто рисовал вместе с нами. Наслаждайтесь нашими занятиями, прекрасными рисунками, которые получились у вас, у ваших детей и у всех-всех знакомых. Пишите мне и до новых встреч! Осталось совсем немножечко времени, последние минутки. Наслаждайтесь нашей прекрасной музыкой, пением птиц и до новых встреч! Мы с моей маленькой помощницей прощаемся с вами. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...